Здравствуйте, дорогие зрители! А вы досмотрите это видео до конца и узнаете, остались ли вместе Макс и Даша. Сейчас я вам расскажу, что было на пост-шоу проекта Холостяка. Вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Значит так, на пост-шоу девочки собачились, ругались, доказывали свою зрелость. Кристина говорила, что она не ради холостяка менялась, что она не подстраивалась под холостяка. А Наталья Холоденко, психолог, наоборот на неё давила, говорила, «Скажи правду, это неправильно меняться ради мужчины, нужно жить ради себя». Кристина это и отстаивала. Другие девочки тоже доказывали, что они готовы к браку. На проект, на пост-шоу пришла Дана. Дана пела с каким-то мужчиной, так она ещё и поёт ко всем её талантам. На пост-шоу Наталья Холоденко тоже напала на Дану, что Дана несерьёзно относилась к холостяку или вообще не была в него влюблённая. Но мне кажется, невозможно не быть влюблённой в такой ситуации, когда так много свиданий, когда так много условий для того, чтобы влюбиться. И особенно, когда эти условия экстрим. А у Даны сквозная лента была именно экстрим. Просто она уже железная леди. После всех её расставаний это у неё не первый мужчина, с которым у неё не складывается. Поэтому она легче это переживает, чем остальные девочки, отвергнутые холостяком. Так вот, почему Даша дружила с другими девушками после проекта, хоть она и победительница. Обычно девушки чмырят победительницу, а с Дашей все дружили, потому что холостяк выбрал Дашу, они разъехались. А когда встретились, он ей признался, что он ей изменил, переспал с другой девушкой. Для неё это предательство, ну и как для всех тоже. И поэтому они расстались. И Даша без кольца, они не вместе. Ну холостяк, ну ходок. А вы мне напишите в комментариях, за какую холостячку вы болели. Жду от вас в пальчики вверх и до новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok